Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Бевышева. Спаси себя сам. В Харькове диабетики просят не лишать их права на жизнь. Почему город отказался платить за инсулин? Море безразличия. Помогут ли окружающие, если вы будете тонуть? И почему рассчитывать на скорую не стоит? Главные мигранты страны, тесть и тёща Трампа стали гражданами США. Почему это так возмутило американцев? Страшная авария в Запорожской области. Погибли 6 человек, 5 из них дети. Ещё 12 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все подробности узнаем от Сергея Бордюжа. Детки, а это там всё? ДТП произошло около трёх дней в районе села Каминское. Это в 30 километрах от Запорожья. Маршрутка с пассажирами возвращалась из Кирилловки. На закруглении дороги ей навстречу неожиданно выехал КАМАЗ с киевскими номерами. Водители-очевидцы аварии рассказывают, сами едва смогли избежать столкновения. От удара маршрутка перевернулась на крышу. Погибли 5 человек. Четверо из них – несовершеннолетние дети. Ещё один ребёнок умер в больнице. Рядом с разбросанными вещами не умолкают звонки мобильных телефонов. Восемь пострадавших доставили в областную больницу. За жизнь ещё троих борются медики в райцентре Васильевка. Водитель КАМАЗа протаранивший автобус не пострадал. Сейчас даёт показания. По его версии, у грузовика заклинило руль. На месте аварии работают следователи и эксперты. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожская область. Один украинский боец был ранен сегодня на Донбассе. С 7 утра боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям в районе Луганского, Железного, Богдановки, Водяного, Лебединского и Широкина. Стреляли прицельно, в том числе и из крупнокалиберного оружия. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Так Богдан вспоминает о своем товарище-разведчике Дмитрии Украинском. По обратимой еще не привыкли говорить о нем в прошедшем времени. До сегодня не теряли надежду. Жив. Накануне группа разведчиков во время выхода с серую зону попала в засаду боевиков. Смогли выйти. Дмитрий принял бой и после этого связь с ним была потеряна. О его смерти в своих медиаресурсах сообщили оккупанты. Дмитрий Украинский был родом из оккупированной части Донецкой области. С 14-го года пошел воевать за единую и неделимую Украину. Он воевал за свою территорию. Так как он из Донецка. Он выбрал именно нашу сторону. Не пошел на ту сторону. У него, значит, взгляды такие, как у нас. Это наша же земля. За свою землю этой ночью атаку врага отражали и побратимы Дмитрия в Зайцевом. Месяц продержалась тишина на этом участке фронта в Зайцевом. И вот уже несколько суток боевики регулярно, как по расписанию, открывают огонь по ней из пулеметов. Пользуясь тем, что солнце слепит камеру ОБСЕ, которая могла бы зафиксировать нарушение. Без каждого раза у них обороты нарушаются. Может, они подтягивают какие-то силы. Вчера они так, добренько попрацевали. Работала Дашка со школы и по нашим позициям, одиночным. Это пристильно, они пытаются попасть. Зайцевская школа, которую боевики осознанно захватили, прикрываясь тем, что это социальный объект, давно уже огневая фортификация. Оттуда наемникам удобно вести огонь из пулеметов и гранатометов. В последние дни Анатолий Доблеско едва ли не каждый день начищает свой пулемет Дашку, как ее называют пехотинцы. За этот месяц возвели и вторую линию обороны. Правда, наши сомневаются, что строили наемники своими силами. Ирина Баглая, Андрей Косюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В этом году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации теракта. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В НАБУ анонсировали новые подозрения депутатам. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Он рассказал, что проекты этих подозрений уже подготовлены и предварительно согласованы с прокурорами. При этом фамилии Сытник не назвал. Ведут детективы расследований в сфере госзакупок. По словам руководителя ведомства, за последние полугодия суд вынес 23 решения по таким искам на сумму почти 1,5 миллиарда гривен. Это создает возможности для того, чтобы подальше эти деньги обратить на пользу государства. Скажу загальную цифру, на сегодняшний день сумма позовов на НБУ складает 6 миллиардов гривен. Как и раньше, наибольшим злочином, который расследуется на НБУ, это распределение государственных денег. И к слову о госзакупках. Экономный Львовский горсовет приготовил сюрприз для горожан и туристов. Закупил 30 немецких трамваев, как уверяют чиновники, просто по дешевке, более чем за миллион евро. Но вот распахнуть свои двери для желающих прокатиться берлинские вагоны не смогут. Что и почему заклинило, узнаем от Галины Якушко. 30 бушных трамваев закупили в Берлине. Там перед продажей их капитально отремонтировали. В Львове должны были заменить колесные пары. В Германии ширина путей шире и систему приема тока. Но чиновников ждал неприятный сюрприз. Оказывается, двери немецких трамваев на некоторых остановках открыть невозможно. В связи с тем, что наши чиновники не в соответствии с государственными нормами построили при поднятии заходы, двери мы на зоне не можем открыть. То есть у нас на большинстве маршрутов есть теперка приподнятии заходы, побудованные на 5-6 см выше. 780 тысяч евро именно столько заплатили за трамваи. Еще приблизительно полмиллиона евро придется потратить на переоборудование. И это не так много, говорят чиновники. Поэтому решили приобрести не совсем подходящие машины, а проблему с дверьми, уверяют, решат. То есть мы можем поставить эти 30 трамваев на такие маршруты, где не нужно вообще ничего переработать. Мы также обратились к местного производителя электрон, он подумает про решения технических. Если местные инженеры придумают выход, то горожанам повезет. И берлинские трамваи запустят на всех маршрутах. Галина и Кошки, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер Львов. А чиновники одного из прикорпатских сел с красноречивым названием Завой прославились широким жестом. Они продали землю, не размениваясь на мелочи, прямо вместе с дорогой. И людям теперь ни до города не добраться, ни в лес попасть. Есть ли у них шанс эту дорогу вернуть, выясняли мои коллеги. Вот эта дорога в селе Завой. Крочайший путь до областного центра. А еще возможность добраться до леса. Но 16 лет назад территорию вместе с дорогой сельсовет продал предпринимателю. А тот проезд людям закрыл. Селяне говорят, предприниматель заявил, что никакой дороги здесь никогда не было. Но не нашли генпланы села разных времен. И на всех проезд указан. Металлические ворота и знак «Стоп». То, что здесь ни проехать, ни пройти, убедились и мы. Как произошло, что дорогу отдали в частную собственность. В сельсовете признают, сделали это незаконно. Но не они, а предшественники. Мол, когда-то здесь были цеха воинской части. Предприниматель их выкупил вместе с землей. Была на территории намальована дорога. А потом ту дорогу, то есть, трошечки ветер. Против бывшего сельского головы в прокуратуре возбудили дело. Но сразу закрыли. По истечению срока давности. В селяне пошли в суд. В 47-м году тут вот, есть, что забирали эти леса. Забирали земли под окружающий зенитный артиллерийский полигон. Вот до этого они ему дают такую доведку, и суд берет эту доведку. Не добившись правды в судах, люди вышли на акцию. Однако, не предприниматель, не чиновники к ним не приехали. Сегодня акцию хотели повторить. Но вмешалась зам губернатора. Был только зам главы администрации. Представник той, что приватизовал эту дорогу, находится в Днепропетровске. На другой тоже он приезжает. И она, если нужно, она особо там пидает. И она ту дорогу нам выделит. И будут нам ту дорогу сделать. Предприниматель согласился выделить почти 300 тысяч гривен. И сделать объездную трассу. Жанна Дучак, Зиновия, Автоназ, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Отремонтировать дорогу Кривой Рог Николаев пообещал Олег Лешко. Жители близлежащего села Виноградовка Николаевской области пожаловались народному депутату на высокую аварийность и смертность на разбитом участке. Говорят, писали обращение во все инстанции. Но ремонт так и не начался. Главный радикал убежден, чтобы улучшить дорожное покрытие, нужно существенно увеличить финансирование отрасли. Двух сотрудников Лукьяновского СИЗО отстранили от работы. Минюст подозревает их в помощи торнадовцам. Об этом сообщил пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак. По его словам, работники СИЗО способствовали переводу заключенных в одну камеру, передавали им запрещенные предметы, которые те использовали для сопротивления против правоохранителей. Сейчас идет служебное расследование, после чего материалы передадут в ГПУ. Я напомню, вчера толпа пыталась помешать вывести торнадовцев из следственного изолятора. После нескольких часов противостояния экс-командира торнадо Руслана Онищенко все же увезли. Уголовное производство в отношении Геннадия Кернеса закрыто. Такое решение принял сегодня Киевский районный суд Полтавы. Я напомню, харьковского мэра и двоих его охранников обвиняли в похищении и пытках двух евромайдановцев. Резонансный процесс продлился три года и завершился ничем. На решение суда уже отреагировали в Генпрокуратуре, там назвали его предвзятым, незаконным. Государственное обвинение по делу Кернеса представляли два прокурора и оба заболели, и поэтому не смогли в надлежащее время попасть в суд. Именно в этот период судья Андрей Антонов назначил семь заседаний подряд и закрыл производство из-за неявки прокуроров. В ГПУ уже заявили, что намерены подавать апелляцию. Чи есть это решение справедливым, враховывая, что в данном судовом процессе брали участь не только прокуроры, как стороны обвинения, а и потерпели, и их представители, то понятно, что процессуальные права были судом потерпелых, принайменьше, снехтован. Чи є воно законным? Звичайно, що ні, і незаконністью ми будемо доводити відповідними апелляційними скаргами, які готується на сьогоднішній момент. А в очіні Кернеса Харкові розгоряється бюджетно-медицинський скандал. Людей, страдаючих диабетом, перестали обеспечувати інсулином. Поскольку чиновники, местные, министерские, никак не могут определитися, кто должен перечислять деньги. И пока они обмениваются словесными уколами, пациенты за жизненно важные уколы отдают последние деньги. Вот это інсулин, который я получила вчера на август месяц в количестве одной штуки. При норме в 9 штук для меня. У Татьяны Кокаревой тяжелая форма диабета. Каждый день она вынуждена делать по 5 уколов інсулина. Таких, как Татьяна Николаевна, государство обязано обеспечивать препаратом бесплатно. Но с начала года начались перебои. Того, что выдали в августе, женщине хватит всего на неделю. Мне нужно докупить 8 пинфилов по 130 гривен каждый. Это нереальная сумма для пенсии в полторы тысячи гривен. В Харькове диабетом второго типа страдают более 7,5 тысяч человек. И все получили лишь треть доз инсулина от необходимого количества. В области обеспечивают инсулином. И полностью причем. Почему у нас и по два месяца не выдавали вообще? Вот иди умирай, хоть живой, прыгай в яму и все. Добиваться справедливости люди пытаются в Киеве и пишут письма в Минздрав. В министерстве здравоохранения мне ответили, что обязаны выдавать инсулин стопроцентный, а не какие-то выдуманные нашей мэрией проценты. И обязаны вернуть то, что я затратила на инсулин. Вот письмо от Ульяны Супрун. Чтобы выяснить, почему сложилась такая ситуация, свой запрос отправили в Минздрав и мы. В министерстве здравоохранения нам ответили, государство обеспечило потребности Харьковской области в инсулине на 76%. Остальное должен закупить Харьков за средства городского бюджета. К тому же, уточнили в ведомстве, Харьков использовал не все деньги, которые выделили на покупку инсулина. И подозревают, что чиновники завысили данные по количеству больных диабетом. Те отвечают, с весны пытаются доказать Минздраву, что все средства должен предоставлять Киев. Что касается обеспечения людей инсулином, это всегда была государственная программа. Нам все время пишут, что в рамках новых правил. Децентрализация. Мы работаем по новым правилам, которых мы не знаем и о каких правилах идет речь. Мы понятия не имеем. Чтобы полностью обеспечить препаратами больных диабетом харьковчан, не хватает свыше 22 миллионов гривен. И пока чиновники спорят с Минздравом, люди угрожают акциями протеста в Киеве. Светлана Шекера, подробности, телеканал Интерхарьков. Кто должен обеспечивать людей инсулином? Почему в больницах нет то вакцин, то сывороток? Откуда постоянная неразбериха в тендерах? Все эти вопросы то и дело сыпятся в адрес Минздрава и его главы Ульяны Супрун. Но конкретики в ее заявлениях ноль, зато регулярно звучит риторика об успехах медреформы. А вот в оппозиции все эти последние нововведения называют не иначе, как медицинским геноцидом. И требуют отставки главы Минздрава. Сначала было понятно, что это не реформа, а медицинский геноцид. Потому что когда на законодательном уровне, в нарушении Конституции, узаконивают платную медицину и 85% населения страны не понимают, откуда взять деньги на оплату, то это иначе геноцидом не назовешь. Мы направили постановление о снятии с работы исполняющей обязанности министра охраны здоровья, потому что ее советы не пить холодную воду и не сидеть на сквозняке в условиях, когда нет вакцин, когда нет лекарств, когда сплошные подделки лекарственные идут в стране, и люди просто уже не знают, куда идти за правдой. Это выглядит издевательством. С начала года в Украине утонули более 800 человек, среди них 84 ребенка. Такова статистика госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тонут и на мелководье, и в окружении инструкторов. Так в чем же причина, и кто понесет ответственность за гибель детей, а также в какие мифы о смерти в воде мы довольно напрасно верим, разбиралась Фируза Бекматова. Вот так тонул наш актер. Мы хотели проверить, спасут ли вашу жизнь на столичном пляже. Но сколько ни пытались, реакции ноль. На воде, не заплывайте за бойки. Возможно, мы тонули неубедительно. Как тонут люди в реальности, выясним позже с экспертом, а пока проверим, пристальнее ли следят за вашими детьми. Так купают детвору на одном из украинских курортов. Детский бассейн, неглубокий, длиной всего в 20 метров. Рядом родители, а главное инструкторы. Кто-то из вас уже видит, что прямо сейчас тонет ребенок. Тогда никто не заметил. Не подошли к бассейну, пошли, ну там их там построили, инструктаж проводили. Это мама того самого мальчика Сережи. Доверив сына профессионалам, в тот день она осталась на берегу боюкивать младшую дочь. А в этот день она очень быстро уснула. Я думаю, подойду, посмотрю, как купается мой Сережа. Среди бассейна, прямо по центру, ребенок, который не двигается. Я смотрю, голубые плавки, как были, как у Сережи. Не могла поверить, что тон. Ребенок уже перестал дышать. Я даже не сразу сообразила врача. Я не сразу сообразила, что надо скорую вызывать. Но в массе, казалось бы, обученных людей помочь было некому. Там прибежали три медработника, никто из них не умел делать эти вещи. Это Лариса Лалека. Именно она сняла это жуткое видео. Я снимала своего ребенка, она такая у меня очень активная девочка, и за ней надо глаз за глаз. Женщина поначалу тоже не обратила внимания на тонущего Сережу. Когда все уже произошло, я вижу, что я всю дорогу снимаю этот ролик, и вижу этого ребенка, как он тонет. Ну как, он в кадре. Все смотрят, все рядом, совершенно маленький бассейн, и никто не осознает, что происходит. А дальше Лариса вспомнила все, чему ее учили на курсах оказания первой помощи, куда она пошла просто так, на всякий случай. К приезду скорой Сережа уже дышал. Да, можно проморгать. Но важно знать, что делать. Первая помощь как раз на вас. Тот, кто увидел, тот и имеет критические пять минут жизни человека, когда остановилось дыхание, это то время, когда ты обязан что-то сделать. Ни одна скорая не успеет за это время приехать. Через пять минут мозг умирает. С начала 2018 года в водоемах Украины погибло более 800 человек. Людина, которая потребует помощи, она выснажена. В ней нет сил кричать, в ней нет сил рухаться. Это Евгений, спасатель. Говорит, обычно человек тонет за считанные минуты. От маленького поколивания в нозе до полного занурения на дно. Солонная вода три хвилины, пресная вода две с половиной хвилины. Поэтому будь наш эксперимент не проверкой, а реальной ситуацией. Парень погиб бы уже раз пять. А не будь рядом с Сережей обычной женщиной, которая оказалась полезней профессионалов. Сережа идет в первый класс и подумает о том, что некого было бы повезти в школу. Фируза Бегматова, Евгений Каминский, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Удобрение или ядовитое вещество? Действительно ли опасен птичий помет, выброшенный на полях неподалеку от Херсона, пока точно неизвестно. Результатов исследований грунта все еще нет. Но мы выяснили, что помет активно используют фермеры в качестве удобрения. Так кто же сгрузил тонны отходов, от запаха которых несколько дней страдают жители города и соседних сел, попыталась выяснить Марина Михайловская. Села Музыковка, Чернобаевка и Восточная отделяют друг от друга от Херсона десятки километров. Но сейчас у них общая проблема – вонь. Люди жалуются, который день подряд. Источник – куча птичьего помета. Почему они просто непогашенный помет просто высыпали – это для меня загадка. Никакой плодородной почвы, да, он ничего не даст плодородию. То есть это убьет землю. Больше, ну, вот этот аммиак при попадании с влагой, он будет опускаться в грунтовые воды. После шума, который поднялся в интернете, на место происшествия съехались чиновники, экологи и представители прочих служб. Пока ходили-разбирались, КАМАЗ привез очередную порцию помета. Когда мы ехали сюда, у нас были замечены транспортные засобы КАМАЗа, которые в данный момент сгружали в куриный послед. Удалось затримать только один транспортный засоб. Машину остановили. Водитель признался, привез куриный помет с соседней птицефабрики. Вот, лово. Откуда? В печи. Птицефабрика Чернобаевская специализируется на производстве куриных яиц. Это филиал агрохолдинга «Авангард» в Херсонской области. Сразу после скандала на сайте холдинга появилось опровержение, мол, птицефабрика не имеет никакого отношения к выгруженным кучам помета и соблюдает закон о защите окружающей среды. На самой же птицефабрике рассказывают, больше половины отходов перерабатывают на заводе по производству биогаза, остальное продают фермерам как удобрение. И признают, помет в селе Музыковка их, но на поля его не вывозили. Наш помет, мы не отказываемся от него, и никогда такой вопрос не поднимали. Помет, есть заключенный договор, опять же, с фермерскими хозяйствами. Есть договора, в которых определено, что они, забирая навоз, уже там получают инструкцию по его внесению и, соответственно, занимаются уже дальше, несут ответственность они. Злополучные поля в районе села Музыковка обрабатывает фермерское хозяйство Сапфир Агра. Это одно из предприятий, с которым птицефабрика заключила договор на поставку помета. Мы хотели выяснить, так ли это, и приехали по адресу регистрации. Вот в этот частный дом. Но к нам никто не вышел. В Музыковском сельсовете ситуацию на камеру комментировать отказались. Лишь сообщили, фермеры действительно пользуются народным способом удобрения почвы. Насколько он безопасен, теперь выясняют экологи и госпотребслужба. Пока получены результаты исследований воздуха. Их предоставил местный гидрометцентр. Загрязнений биологического характера не выявлено. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности, телеканал Интер, Херсонская область. После двухнедельной аномальной жары юг Франции заливают дожди. Больше всего от наводнений страдают департаменты ГАРД, Ордэш и Дром. Без электричества там остались по меньшей мере 17 тысяч домов. Эвакуированы более полутора тысяч человек. Большинство из них отдыхали в кемпингах. Один человек пропал без вести. Это 70-летний гражданин Германии. Еще несколько человек были госпитализированы с незначительными травмами. На севере Германии тоже сильнейшие осадки. Из-за удара молнией во время грозы загорелся жилой дом. В результате стихии на полтора часа приостановил свою работу крупнейший немецкий аэропорт во Франкфурте. Никто никуда не летит. В Европе бастуют пилоты бюджетной авиакомпании Ryanair. Из-за стачки, которая продлится сутки, пришлось изменить планы 50 тысячам пассажиров. Почему пилоты не хотят садиться за штурвал, мы узнаем от Татьяны Лагуновой. Рейс из Берлина в Барселону отменен. Как, впрочем, и в Рим, Брюссель, Лондон и другие европейские города. Сесть за штурвал некому. Пилоты авиакомпании Ryanair бастуют. И когда? В разгар летних каникул и отпусков. Но пассажиры пытаются проявить понимание. Конечно, время не самое благоприятное, но я их понимаю. Они хотят усилить давление на руководство авиакомпании. Если бы они бастовали в другое время, когда люди меньше летают, с тачку бы никто не заметил. Да, я понимаю, почему они решили бастовать именно в период отпусков. Чтобы привлечь внимание и показать, насколько важны пилоты. Эта стачка крупнейшая в истории авиаперевозчика. В полном составе бастуют пилоты компаний в Германии, а также их коллеги из Швеции, Бельгии и Ирландии. Отменены сотни рейсов, пострадали 55 тысяч пассажиров. Причина конфликта между пилотами и руководством компании – тарифное соглашение. Стороны обсуждают его уже несколько месяцев, но никак не могут заключить. Пилоты хотят закрепить в этом документе лучшие условия труда, социальные гарантии и повышение окладов. Всего этого хотят не только пилоты. В конце июля два дня бастовали бортпроводники Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии. Тогда авиакомпании пришлось тоже отменить сотни рейсов. Татьяна Луна, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Громкое самоубийство в Нидерландах покончила с собой депутат Горсовета Гааги, которая жаловалась на угрозы и насилие со стороны мусульман. О чем идет речь и как отреагировали местные власти мы узнаем от Елены Абрамович. За два дня до самоубийства депутат Гаагского горсовета от ультраправой партии Свободы выложила в соцсеть Facebook видеообращение. В нем рассказала об изнасиловании, которое случилось год назад. И об угрозах в свой адрес в эти дни. Я просто хочу, чтобы мир узнал правду. 15 марта 2017 года меня похитили, изнасиловали и угрожали мусульмане. Потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете. После того, как это произошло, я никому не сказала. Я просто провела дебаты на следующий день. Ей угрожали недавно, что перережут горло, заявила Вилли Дилли. Переживает за родных и детей, поэтому идет из политики, сказала она. Попутно обвинила коллегу, организации изнасилования. Якобы его имя упоминали нападавшие. Тот теперь подумывает подать иск за клевету. Учитывая серьезность обвинений, голландские СМИ не спешили распространять видеообращение. А в полиции сообщили, заявлений об изнасиловании не поступало. В прошлом, а также недавно мы контактировали с миссис Дилли. Обсуждали изнасилования и угрозы. Мы указали на способы подачи заявления. Но она этого не сделала. По этой причине мы не смогли начать уголовное расследование. Родные сообщили о смерти Дилли в среду. Премьер Нидерландов Марк Рютте написал в твиттере, что шокирован, а мэр Гааги досрочно вернулась из отпуска. Дилли, которая регулярно получала угрозы, обвиняла городские власти и полицию в бездействии. Ее однопартийцы тоже на это намекнули. С тревогой и большой скорбью мы восприняли внезапную смерть нашей коллеги и прежде всего друга Вилли Дилли. Она не могла больше терпеть того, что с ней произошло и особенно как на это отреагировали. Но мы продолжим ее миссию, поэтому ее смерть была не напрасной. Дилли было 53 года. Полжизни она работала с людьми с инвалидностью, была замужем и имела четырех детей. В соцсетях часто высказывалась против мусульман. Два с половиной года назад написала, что мусульмане с атомной бомбой должны быть уничтожены. После чего ее обстреляли. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Индар. Первая теща Америки. Журналисты выведали, что родители Мелании Трамп получили гражданство США. Белый дом держит этот факт в секрете и наотрез отказывается комментировать. Почему это так возмущает американцев, расскажет Дмитрий Анопченко. У Соединенных Штатов теперь два новых гражданина. Уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс. Казалось бы, рядовой факт, что в нем такого. Но это если не принимать во внимание, что паспорта получили тесть и теща президента. Родители его жены Мелании. Да еще и воспользовавшись лазейкой в законодательстве по поводу миграции по цепочке. Законные мигранты действительно имеют право подавать петицию на въезд в страну своих близких родственников. К примеру, супругов, детей, братьев и сестер и родителей. И таким образом, те, кто уже закрепились в Соединенных Штатах, перетягивают сюда свои семьи. Ну а те тянут своих родственников и так далее, и так далее, и так далее. И этот процесс, названный chain migration, миграция по цепочке, очень злит Дональда Трампа. Он неоднократно выступал, требуя прекратить эту практику. С миграцией по цепочке пора уже кончать. Некоторые приезжают и целые семьи с собой берут. А они могут быть ища Демада. Неприемлемо. Много раз писал он в Твиттере, требуя изменить законодательство. Остряки теперь шутят, мол, не тещу же президент имел в виду. Но как бы там ни было, именно по цепочке родители первой леди и перебрались в США. Пресс-служба Белого дома категорически отказывается эту историю комментировать. Пресс-секретарь самой Мелании Трамп тоже сказала, мол, ничего не будет говорить, по поводу личных дел ее родителей. Информационные агентства тем временем просто взорвались заголовками. И эта история также и в теленовостях. И месседж у прессы, которая Трампа и так недолюбливает, похож. Мол, что за двойные стандарты? Мигрантам война объявлена, но свои же тести-теща оказывается исключение. А газеты теперь пишут, Мелания Трамп очередной рекорд поставила. Она первая в истории супруга президента США, чьим родным языком не является английский. Первая в истории жена главы государства, которая получила американское гражданство благодаря браку с ним. Ну а теперь и первая обитательница Белого дома, кто перетащил в страну своих родителей благодаря цепной миграции. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Снег на курортах Грузии, токсичная река в Индии и тонны пластикового мусора на мексиканских пляжах. Обо всем этом в нашем обзоре. Посреди августа снегом засыпала один из самых известных горных курортов Грузии. Перед этим на Гудаури обрушился сильный град и дождь. Курорт находится всего в 120 километрах от Тбилиси на высоте 2200 метров. В летнее время снега здесь обычно нет. Но сейчас запорошило даже приграничную деревню Степан Сминда и гуру Казбек. Снимками и видео поделились туристы, которые разбили кемпинг на высоте 3700 метров. Последствия аномальной жары в Швеции видно даже из космоса. Снимки шведского национального космического агентства опубликовали местные СМИ. Из-за высоких температур и лесных пожаров ландшафт страны существенно изменился. На фото видно, что некоторые ранее зеленые территории выгорели или совсем облысели. Июль этого года был самым жарким в Швеции за всю историю наблюдений. В последние три месяца дождей во многих регионах страны вообще не было. Жители города Каимбатур на юге Индии бьют тревогу. Берег местной реки покрылся огромным слоем токсичной пены. Местные СМИ предположили, что это последствия выброса фабрики по покраске тканей, расположенной вблизи реки. Жители жалуются на вонь от водоемок. Говорят, что из-за загрязненной воды развелось множество москитов, которые мешают спать ночью. А дети все больше болеют, жалуются на кожные инфекции. Тонны мусора в основном пластик вынесло на побережье мексиканского курорта Кабасан-Лукас. Местные жители сами убирают мусорные кучи с пляжей. Пластик могло принести ураганам Джон, который бушует в Тихом океане. По подсчетам международных организаций по охране окружающей среды, в целом в водах Мирового океана находятся более четверти миллиона тонн пластикового мусора. Швейцарская деревня, которая заманила жителей деньгами, принимает новых обитателей. Поселок Альбинен уже получил и одобрил две серьезные заявки, а сейчас рассматривает еще три. Первые переселенцы там появятся уже в конце октября. Альбинен, расположенный высоко в горах, давно страдает от оттока жителей. Там их осталось чуть больше сотни. Поэтому местные активисты решили приплачивать тем, кто захочет перебраться в поселок. Семья из четырех человек может получить за переезд 60 тысяч евро. Это все новости на сегодня. Хороших вам выходных и до встречи.